Привет-привет, мои дорогие студенты! Вы смотрите канал Practical Russian. Здесь мы изучаем русский язык. В этом видео я покажу вам, что я делаю руками. Я расскажу вам, почему я работаю головой. Сегодня мы будем изучать русские падежи. Сегодня мы изучаем творительный падеж. У меня для вас несколько примеров, поэтому смотрите видео до конца. В конце видео будут мои вопросы и также я объясню грамматику. Я даю уроки. Вы можете улучшить свой русский. Ссылка внизу. Ссылка на мои подкасты тоже внизу и ссылка на бесплатный файл. В этом файле разговорные фразы, как заказать что-то в ресторане, как спросить, где аптека. Ссылка на файл внизу и он бесплатный. А сейчас давайте начинать. Еще раз привет! Сейчас я сижу и работаю за компьютером. Почему я сижу? Это моя работа. Моя работа умственная. Обычно я работаю головой. И сейчас я сижу и пишу скрипт для следующего подкаста. Вы знаете, у меня есть подкасты. Вы можете слушать эти подкасты на разных платформах. Ссылка будет здесь. И есть книга с транскрипциями. Ссылка будет внизу на книгу с транскрипциями, где есть упражнения. Так вот, я работаю обычно за компьютером. Мой труд интеллектуальный. Я пишу истории. Я работаю со студентами. Я что-то делаю на компьютере чаще всего. И это умственный труд. Я работаю головой. Я много думаю. Я думаю, думаю, думаю и придумываю тексты. Я не работаю руками. Я ничего не делаю руками. Хорошо, иногда я печатаю текст. Я пишу, конечно. Я это делаю руками. Я печатаю что-то на компьютере. Но в этот момент я думаю, мой труд интеллектуальный. Сейчас все больше и больше людей работает в офисах. И там они выполняют интеллектуальную работу. Они создают что-то. Они анализируют данные. Это все умственный труд. Это не физический труд. Конечно, есть профессии, где люди делают что-то руками. Они работают руками. Это физический труд. Но все больше и больше людей выполняют интеллектуальный труд. Так, нужно сделать перерыв. И я хотела убраться немного. Когда я делаю перерыв, мне нужно что-то поделать руками. Мне нужен какой-то физический труд. У меня перерыв. Я хочу немного убраться в комнате. Я хочу навести порядок. Я хочу вытереть пыль. Обычно перед уборкой я убираю волосы. Я завязываю волосы. У меня есть резинка. Это резинка для волос. Это резинка для волос. И я завязываю волосы резинкой. Это резинка. Я завязываю волосы резинкой. Я использую резинку для волос. Я завязала волосы. И можно вытереть пыль. У меня пыльный стол. У меня грязное зеркало. Это зеркало, оно грязное. Я хочу протереть зеркало. Я хочу помыть зеркало. У меня есть тряпки. Это тряпки для уборки. Я буду использовать эту тряпку. Это зеркало. Это мое грязное зеркало. И я протираю зеркало тряпкой. Я использую тряпку. Я мою зеркало. Еще у меня здесь цветок. Этот цветок, он тоже пыльный. Нужно протереть пыль. Я вытираю пыль тряпкой. Сейчас лучше. Достаточно. И у меня грязный стол. Я иду к столу. Я протираю стол. Я протираю стол тряпкой. Стол грязный. Стол пыльный. Я вытираю пыль. Я использую тряпку. Достаточно. Я больше не хочу убираться. Только чуть-чуть сегодня. И обычно после уборки я использую крем. Я мажу руки кремом. Это крем для рук. И я мажу руки. Я не люблю, когда мои руки сухие. Когда я убираюсь, после этого кожа сухая. И я мажу руки кремом. Сейчас я мажу руки кремом. И что дальше? Что я хотела сделать еще? А, у меня есть коробка с обувью. Это коробка. И эти кеды я не ношу. Я хочу убрать эти кеды в коробку. Я кладу кеды в коробку. И я закрываю коробку крышкой. И убираю подальше. Потому что в данный момент я не ношу их. Здесь у меня чистая одежда. Я постирала эту одежду в машинке. Она уже чистая. Я ее постирала. И я хочу убрать эту одежду в шкаф. Это одежда чистая. И нужно будет погладить. Одежда мятая. Нужно будет погладить утюгом. У меня есть утюг. Ой, эта футболка грязная. Почему? Белая футболка здесь грязная. Что делать? Может постирать руками? Я не очень люблю стирать руками. Обычно я стираю в стиральной машинке. Ну, что делать? Хорошо. Вечером я могу постирать руками. Я могу постирать сама. Я могу постирать ее порошком. Хорошо. Значит, это не в шкаф. А эту одежду мне нужно будет погладить утюгом и убрать в шкаф. Я убралась немного в комнате. Сейчас я буду обедать. Сегодня мне нужно приготовить что-то. У меня нет еды дома. В выходные я была в ресторане. И там я заказала себе суп. Это был суп из брокколи. Очень вкусный суп. И, конечно, я ела суп ложкой. Я не знаю, как в вашей стране. В России мы едим суп ложкой. А другие блюда мы едим вилкой. Обычно нам дают вилку и нож. И мы едим пасты, пиццы. Пиццу можно есть руками. Верно? Я обычно ем пиццу руками. Суп я ем ложкой. Вчера я была в ресторане и там я заказала суп. Но сегодня мне нужно приготовить что-то. Чуть позже я буду готовить. И еще я хочу сделать себе кофе. Недавно я заказала себе свежий кофе. И вчера я получила эту коробку. Я заказала кофе на сайте. И вчера я открыла эту коробку. Она была хорошо закрыта. Я открыла коробку ножницами. Я использовала ножницы, чтобы открыть коробку. Руками я не могла открыть коробку. У меня теперь есть две упаковки свежего кофе. Сейчас я хочу сделать себе свежий кофе. И потом я буду снова работать. Сейчас я хочу позаниматься испанским языком. Минут 30 я буду заниматься испанским. Обычно, когда я работаю или что-то делаю, я надеваю очки. Они немного грязные. Я протираю очки салфеткой. Это салфетка. И я протираю стекла. Очки грязные. И я очень часто протираю очки салфеткой. Я использую обычные салфетки. Мне так нравится. И я буду заниматься. У меня здесь есть блокнот. Тетрадь. Где я пишу новые испанские слова. Обычно я пишу в тетради новые слова. Я пишу правой рукой. Я пишу синей ручкой. Это синяя ручка. Я пишу синей ручкой. Я пишу правой рукой. И я выделяю новые слова маркером. У меня здесь есть оранжевый маркер. Например, это слово. Я выделяю слова маркером. И когда я не хочу ничего изучать, когда я не хочу работать, иногда я просто рисую. Здесь у меня есть цветные карандаши. Это русский карандаш. Здесь матрёшка, если вы знаете. И там разных цветов карандаши. У меня здесь цветные карандаши. И иногда я рисую карандашами. У меня тоже есть раскраска. Я раскрашиваю её цветными карандашами. Иногда я раскрашиваю что-то карандашами. Я беру розовый карандаш и раскрашиваю. Конечно, я делаю это правой рукой. Я сейчас раскрашиваю розовым карандашом. Давайте другой. Зелёный. Я раскрашиваю зелёным карандашом. Ещё у меня есть разные цвета. Есть жёлтый карандаш, фиолетовый, чёрный. Ну и так далее. Сейчас я хочу повторить для вас примеры из своей истории. Когда мы говорим об инструменте, мы используем творительный падеж. Мои примеры. Работать руками. или работать головой. Вытирать пыль тряпкой. Мы используем тряпку как инструмент. Вытирать пыль тряпкой. Стирать одежду руками. Гладить одежду утюгом. Мы используем утюг. Мы гладим одежду утюгом. Мазать руки кремом. Есть палочками. Есть вилкой или ложкой. Мы едим суп ложкой. Мы едим пасту вилкой. Открыть коробку ножницами. Мы используем ножницы как инструмент. Открыть коробку ножницами. Закрыть кофе крышкой. Закрыть кофе крышкой. Вытирать очки салфеткой. Писать правой рукой. Писать левой рукой. Писать синей ручкой. Писать черной ручкой. Когда вы используете ручку как инструмент. Вы пишете синей ручкой. Вы пишете черной ручкой. Выделять слова маркером. У вас маркер как инструмент. Выделять слова маркером. Рисовать цветными карандашами. У вас цветные карандаши. И вы рисуете что-то цветными карандашами. Это все мы используем как инструменты. Тряпка, ручка, карандаши, ложка, вилка. Надеюсь, это чуть-чуть понятно. И, как всегда, мои вопросы. Вопрос номер один. На работе вы работаете руками или головой? На работе вы работаете руками или головой? Вопрос номер два. Вы пишете правой или левой рукой? Вы пишете правой или левой рукой? Вопрос номер три. Чем вы обычно едите пасту? Чем вы едите суп? Чем вы едите суп? И вопрос номер четыре. У вас есть блокнот? Вы выделяете новые русские слова маркером? Вы выделяете новые русские слова маркером? Очень хорошо. Сегодня мы изучали русские падежи. Пишите в комментариях, какой рукой вы пишете, чем вы едите обычно. Конечно, мне очень любопытно. Я верю, что когда вы смотрите и слушаете контент на русском, вы практикуете язык. Еще для этого у меня есть подкасты. Вы можете слушать эти истории. Также есть книга с историями. Все ссылки внизу. И я, конечно, как всегда сделаю транскрипцию к видео. Вы можете получить ее и поддержать мою работу. Ссылка на донаты тоже внизу. Благодарю вас. С вами я могу продолжать делать видео, такие как это. Больше видео с грамматикой смотрите здесь. И я желаю вам удачи, хорошего дня.